На минувшей неделе в преддверии Дня Комсомола состоялся вечер вспоминаний под названием «Ничто на земле не проходит бесследно». В здании АРТ собрались как заслуженные комсомольцы советского времени, так и современная молодежь. Основной целью данного мероприятия не только воспоминания комсомольских времен, но и передача опыта молодому поколению. Когда приглашают комсомольцев и рассказывают им об истории комсомола, они это и так хорошо знают. Это, конечно, приятно слышать цифры и факты, но они как раз эти цифры и факты делали. И лучше, если мы это будем молодым совсем, юным общественным деятелям рассказывать. А вот сегодня нам хочется, чтобы они отдохнули, чтобы они, может быть, у молодых людей развеяли миф, что мы были такими правильными, такими, вот знаете, все выстроены и не делали никаких ошибок. Нам как раз хочется сегодня вспомнить и курьезы наши жизненные, и какие-то, может быть, наши ошибки, проступки, которые тогда, в то время, ну не просто были моим секретом, а были вот как-то разобраны на комсомольском собрании. И вот сейчас об этом поговорить, это правильно или это неправильно. Организатором мероприятия в этом году стал Молодежно-подростковый центр самоцветы и Молодежное общественное объединение. В этот вечер не раз говорили, бывших комсомольцев не бывает. На мероприятие пришли настоящие активисты. В их числе секретари городского комитета, а также люди, которые друг друга знают и продолжают такую же жизненную позицию. Одним из приглашенных заслуженный комсомол Виктор Сухачев. Очень приятно, я даже не ожидал. Так что, конечно, мы то поколение, которое еще живая история. Если мы уйдем из жизни, уже вспоминать о комсомоле будет некому. Хотя мы стоим у истоков тех молодежных объединений, движений, которыми сейчас занимаются эти самоцветы. И опыт которой работы с молодежью и структуры организации молодежного движения мы должны передать нынешним руководителям молодежных организаций города Кумертау. У Виктора Ивановича комсомольская работа длилась целых 10 лет. За это время он находился на таких должностях, как заместитель секретаря комитета комсомола, секретарь комитета, секретарь полкома авиационного объединения и заведующий отдела горкома партии. Для него и для других комсомолов на мероприятии звучали песни под гитару, как это было в советские времена в кругу семьи или у костра, отдыхавшие после тяжелой работы. Просматривали фотографии тех времен, а также рассказывали стихотворения. На протяжении всего мероприятия комсомольцы рассказывали свои истории. Вспоминали счастливые моменты того времени, как преодолевали трудности и желали, чтобы вечер вспоминаний комсомольцев продолжался и в дальнейшем.